Всем привет дорогие друзья, вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и мы продолжаем искать поиски для спасения в игрушке Наркозис. Нормальной жизни называется глава. Да, как вернуться к нормальной жизни? Увидеть солнце, землю, небо. Что нам говорит скафандр? Двери. Да, нужно было разблокировать двери. Имеется ввиду, наверное, вот эта дверь. Ну как, как, подтолкни этот бочонок, он туда, вовнутрь залетит и все будет исправлено. Но нет, это слишком сложно. Нужно отключить блокировку, можно... А, отключить блокировку можно в северной. В северной, наверное, имеется ввиду части этого комплекса. Компас-1. Кстати, были надежды, что здесь кто-то остался жив, и здесь есть кислород, но нет, он разрушен, затоплен. Живых нет. Обнаружены только три мертвых сотрудника. Надо будет осмотреть это помещение. В прошлый раз я просто здесь пробегал, если так можно сказать. Пробегал в этом скафандре, сильно не побегаешь, но искал кислород. Он был практически на нуле взаимодействовать. Попытка связи. Нас, может быть, кто-то услышит? Связь с поверхностью отсутствует. Может, еще раз повторить? Нет. Нас никто не услышит. Как же они узнают, что здесь кто-то остался живой? Получается, никакой спасательной операции не будет. Надежды только на собственные силы. Полный запас сигнальных ракет. Зачем мне эти сигнальные ракеты? Мне даже не жалко их потратить. Никто их не боится. Так, а что здесь? Доберитесь. Еще раз. Доберитесь до отсека челнока. Войдите в челнок. Перебросьте его в компасу 1. Доберитесь до спасательной капсулы. То есть, я сейчас в компасе 1. Должен найти способ, как сесть в челнок. Перескочить в компас 2. И все, я спасен. И я на поверхности. Все просто. По крайней мере, на этой картинке. Может, даже эта дверь и ведет к спасательному этому челноку? 74% кислорода. Стоит... Стоит его пополнить. Хорошо, что есть такая штука. Была бы еще возможность постоянно возвращаться к ней? 98% Как быстро уходит кислород? Обычно подводные дома были все время полностью освещены. Большая часть оборудования была водонепроницаемой. Некоторые световые и контрольные приборы все еще работали. Поэтому темно не было, но свет потихоньку угасал. Это было похоже на искусственное подержание жизни. Очень ужасные, страшные шумы. Как будто обшивка трещит этой базой. И сейчас она треснет и все. То есть... Когда-нибудь эта база прекратит свое существование. То есть, закончится электроэнергия. Сядут какие-то аккумуляторные батареи и все. Так, ну я вижу мертвого. И перед ним кальмар. Или как это называется? Что это? Может даже это не кальмар? Это какая-нибудь каракатица. В тренажерном зале. Настигла беда. Да, беда пришла неожиданно совсем. Никто этого не ожидал. Поэтому вот так вот и получилось. Как... К тебе как-нибудь можно попасть? Хотя я уже ничем не помогу этому человеку, но... Уровень опасности критичный. Отключить блокировку в северный. Ну, двери заблокированы. Опять же, это северная. Кислород. Здесь есть кислород. Ну, пускай не полежит. Я запомню этот шкафчик. Обязательно к нему вернусь. Опасные все-таки эти кальмары. Открыть дверь. Странно. Эти двери открываются, а дверь в тренажерный зал закрыта. Что такое? Так быстро уже все? Разрядились батареи? Я еще не готов. Не готов. Я еще не выбрался. Так что подождите. Подождите, подождите. Не отключайте питание. Надо... Надо ускоряться. Телефон? Кто-то звонит? Где... Где трубка? В моем скафандре? Умный скафандр. Умный, но очень медленный. Да нет, это не похоже, что телефон в скафандре. Это где-то здесь. Хотя странно, такая серьезная связь не работает, а телефон... Телефон работает. Кто же мне отсюда звонит? То есть не отсюда, а сюда. Вот он и телефон. Алло. Как взять... Как взять... Как снять трубку? Оп. Неожиданно. И что? Как я оказался снова здесь, в этом кубрике? Что происходит? Какие-то странности все-таки творятся. Я думаю, что это из-за недостатка кислорода какие-то галлюцинации. Но... Вот это что сейчас было? Как я оказался здесь? 54%. Голоса. Сигнальная... Сигнальная ракета. Мне бы сейчас не помешал кислород. Что это такое? Ну что происходит-то? Все же я думаю, что это из-за недостатка кислорода. Протворятся все эти ужасы. Еще часть кубрика, но она разрушена. Вверху дыра, через которую... Нет, ну... Как-то прыгать вверх я не могу. Не хватает тяги. Интересно, я могу вернуться? Это что такое? Ну что же происходит? У меня так весь кислород закончится. И снова... Снова я в этом кубрике. Какая-то чертовщина творится. Мне бы кислорода... 29% всего. Что это было? Кислород. Отлично. Отлично. Засовывай его туда. Ну чего-то ценного здесь нет. Одна ценность это кислород. О, туалет. Туалет закрыт. А здесь что? Паучки. Надеюсь, не будет вашей мамочки. Оно неотступно. А еще это противоестественная изоляция. Мелочи начинают разрастаться. Но быстрей говори, у меня кислород заканчивается. И все внутреннее барахло, что ты притащил к земле. Туалет начинает напоминать о себе. Кто-то легче справляется. Кто-то хуже. О чем это-то? Не время философствовать. Надо искать выход, как выбраться из этой ситуации. Дверь заблокирована. А вот и этот рак, который я видел раньше. Надо будет как-то ее перепрыгнуть. Ну, тяга. Тяга нам в помощь. Отлично. Рыбы. Надеюсь, вы меня трогать не будете. Так, ну, впереди дверь заблокирован проход. Вниз, я так понимаю, это я окажусь там, где... Откуда пришел. Что-то должно быть здесь. На 50%. О, я уже начинаю беспокоиться. 50% это уже... Это уже мало. Где кислород? Когда кислород заканчивается... Заканчивается, уже ищешь не какие-то там... Способы открыть дверь, а способ, как... Как найти кислород. 95%. Уже хорошо. Какая огромная труба. Бум-бум-бум. Нет, наверх я не поднимусь. Даже посмотреть туда не могу. Давай, потопали с тобой в другую сторону. Ну, ты что, застрял, что ли? Для чего эта труба была? Это что? Как проход куда-то, что ли? Или по ней перекачивали? Что-то гасали. Чего-то другое. Огромная пробоина. Опять. Направо, налево. Ну, направо я могу пойти, но я... Там ничего. Только темнота. А вот налево я что-то вижу. Хе-хе. Опа, забрали кислород. Отлично. Отлично. Так, но больше ничего. Стоп, 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 дружище. Не так быстро. Больше ничего. Огромная пробоина. Взять кислород. У тебя еще есть кислород? Дай про запас, пожалуйста. Блин, успокойся, успокойся. Все, давай отсюда. Смотрите изнутри пузыря, как жить продолжается тяжело. Близкие начинают по-новому. Учатся жить без тебя. Горь затмевает все. Неважно, сгинул ли ты или на самом деле. Да, вот о чем я и говорил. Навряд ли кто-то будет искать меня. Все, наверное, думают, что уже никого в живых не осталось. Ой-ой-ой-ой, как по-насценочке. Ну, получается, надо, наверное, вниз в эту пробоину. Другого пути нет. Ой-ой-ой. Так, ну, надо осмотреться, где я вообще. Освещение. Очень мало света. Что это? Это не то, чтобы каракатиться. Это просто какие-то огромные щупальца. Спокойно, спокойно. Что делать? Блин, блин, блин. Кажется, я его убил. Но это не могли быть его щупальца. Они были просто огромны. Кстати, я кого-то отыскал. Фу, где кислород? Мне нужен кислород. Мне нужно успокоиться. Максимально. Кстати, да, это точка... Точка пополнения кислорода. Заправки. Полный запас ракет. Ну, смотри, как светло. Чего ты переживаешь? Все нормально. То есть, у тебя ракеты, наверное, просто как для освещения. Кто-то пытался разбить. Помочь, наверное. Своему коллеге. Вот и все. Я отремонтировал. Я запустил питание. Двери должны были открыться. Уровень опасности критичный. Отключить блокировку можно в северный. Снова в северный. А что я сейчас только сделал? Так. Ух ты, какой. Какой мордастенький. Что с рыбами происходит? Они, неужели они такие опасные, что... Кидаются на людей. Тем более, в таких скафандрах. Так, ну ладно. С рыбами потом будем разбираться. Что делать сейчас? Как... А, вот лифт. Вижу лифт. Нужно подняться наверх. Там есть двери. Так. Уровень. Два. 71% кислорода. Я сталкивался со смертью раньше, но не с такой. Наверху она как-то умозрительней, а здесь это было лично. Словно проезжаешь мимо аварии. Все исходы предстают перед глазами. Но потом звучит любимая песня или скоро нужно съезд, и... Ты движешься дальше, к обычной жизни. Так, ну эта дверь заблокирована, понятно. Ну что ж, продолжаем искать способ, как все это устранить. Кислород, слава богу, его хватает пока. Это куда мы вышли? Я уж подумал, вернулись назад. Но нет, это другое. Хотя экран тот же самый. Давай-ка сигнальные ракеты. Они, наверное, просто для освещения области, там где находишься. Это, наверное, ихняя... Ихняя задача. Все летает как в невесомости прям. Не знаю, может правда так происходит в затопленных помещениях. Не видел. Зачем? Для какой цели я сюда зашел? Я вижу кислород, но у меня кислород пока есть. Так. Ну давай сюда. Это что такое? Живая рука? Что за чудеса здесь творятся у вас на дне морском? Она рассыпалась. Сбросить уровень опасности. Двери разблокированы. Ты меня так не пугай. Кислород, кислород, кислород. Ну? Да успокойся же ты. Стоп, стоп, стоп. Может у него... Можно взять кислород каким-то способом? 63%. Что это такое? Это что такое? Это нормально так и должно быть? Что происходит? Честно говоря, похоже на какой-то баг. Я не пойму, что происходит. Но это ненормально. Каким способом я должен передвигаться? Ай, черт побери. Как жаль. Ну сейчас попробую добраться до этой двери. Может все исправится? Короче, я хожу, двигаюсь по потолку. Может быть назад? Ну еще одна попытка выйти. Черт побери. Все очень плохо. Ха-ха-ха. Ну, ребят, ну... Все хорошо, но этого я не ожидал. Или это просто искривление пространства? То есть все нормально, может быть? Может так и должно быть? Может это просто у меня уже в голове это происходит? Ха-ха. Ну ладно, сейчас будем пробовать. Как-то найти способ выбраться тогда отсюда. Так, что же делать? Ну... Честно говоря, непонятно, что от меня хотят. 31% кислорода. Это очень мало. Блин, ну что же делать, а? Что за глюки? 24%. 24%. Здесь больше ничего я сделать не могу. То есть приходится выбираться только через эту дверь. Ну, вообще... Я такого просто не ожидал. 16%. Кислород заканчивается. А я еще не нашел выход из сложившейся ситуации. Что же делать, а? 13%. Может ты мне чем-нибудь можешь помочь, а? Ты же не просто здесь-то лежишь. Блин, 10%. Блин, 10% кислорода, а? 9%. Глаза закрываются, а я засыпаю. Черт. Не позволяйте в тяжести положения сломить вас. Это что? Разблокируйте двери. То есть... Я погиб. Ну что ж, пробуем еще раз. Может, чего-то я не заметил? Так, сбросить уровень опасности. Двери разблокированы. Привет, привет. Давай, до свидания. Ну и вот. Ну и что же здесь делать? Что я могу сделать здесь? Свалился оттуда сверху. Надо найти какой-то способ, как добраться до дверей. Пока, правда, еще не знаю, какой. Высокопотребление кислорода. Да, успокойся. Все нормально. Даже сигнальная ракета скатилась сюда назад. Ну и что делать? Я не пойму, что делать. Я барахтаю здесь, как жук, и не пойму, что делать. Может быть... Может быть... Прыгать по этим столам? Ну, ничего себе они тут задумали. Нет, ну это, конечно... Вынос мозга. Так, и теперь мне нужно попасть в эту дырочку. Неужели? Я выбрался. Я выбрался. Ну, ребят, это... Так теперь это искривленное пространство будет всегда? Это уже чересчур. Ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не падай. Твою ж мать. Стоп, я вернулся, похоже, назад. Я не ожидал такого поворота. Ай-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет. Черт. Так, 55% кислорода. Стоит, стоит, стоит найти кислород. Срочно, срочно. А где же я его найду, если его нет? Внимание, высокое потребление кислорода. Черт. Ну, давай поаккуратнее. У нас нет времени на ошибки, и у нас нет. А теперь спокойно, и в следующий раз, как только она откроется, мы нырнем туда. Вот так. Просто искривленное пространство. Нет-нет-нет, только не падай. Только не падай. Так, и сейчас, получается, надо перескочить, может, на этой тумбочку. Блин. Я начинаю нервничать. У меня нет кислорода. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, давай. Черт. глазки уже закрываются хотя почему кислорода еще хватает блин да что происходит получаться надо быстро выбраться отсюда но все не позволяйте тяжести положения сломить вас да не позволяю ну что ж еще раз уж простите ребят но ситуация достаточно неожиданно двери разблокированы так все отстань от меня еще раз ты нам не нужен ну что ж начинаем наше путешествие по этим столам и столешницам кстати может быть осветить это все дело если получится оп 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 стой 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 и ныряем давай 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 молодец путь компасу 2 совсем не просто как я думал мне нужно как-то попасть на тот шкаф дальний шкаф но как попасть давай прыгать а может быть нет он не долет не ну так нельзя игра игра нельзя так ты что делаешь я был не готов к таким сюрпризом да что такое возвращаемся выглядит все довольно просто но почему-то у меня нет не получается просто давай ныряем в дырочку как это все долго так ну если осмотреться там все закрыто попасть на эту тумбочку я не знаю реально это или нет вообще у неужели давай 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 пошел 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 дорогой мы в этой трубе стоят немножко осветить помещение что здесь происходит а подо мной трещат эти стекла ну черт давай сюда что там 5 сигнальных ракет это какая-то когда-нибудь выпрямиться вообще или нет так куда же мне попасть ну давай нет 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 тяги не хватает просто замкнутый круг какой-то неужели я выбрался теперь бы осталось найти бы способ вообще бы отсюда уплыть ну ну что происходит слава тебе богу где кислород дайте мне кислород вроде бы стало все на свои места теперь мне нужно вернуться назад так стоп а где это я это место мне совсем не знакомо я могу туда спуститься they're planning on 60 75 once the whole thing staffed up so with just 20 of us there's already this hollow quality like dropping by the office when everyone's gone for the weekend not a lot of time for recreation but the options were there they did their best to keep us happy даже непонятно где мы сейчас что там по заданию доберитесь до челнока нет но откуда же ты взялся откуда ты взялся блин надо прятаться мне с ним никак не 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 совладать получается где-то рядом должен быть челнок не но это испытание конечно с этим искривленным пространство было жестким что происходит да что ты за тварина такая еще отыскал 1 открывая дверь что там 38 с кислородом все нормально идем к выходу надеюсь к челноку давай 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 следите за изменениями протоколов об охране окружающей среды касающихся вне корабельной деятельности до чем вообще говорите какие протоколы грузи размещения что это такое грузи размещения но все в порядке ребят ну это серия была очень довольно таки сложно для меня с этим искривлением пространство с этими прыжками поисками выхода спасибо что смотрели мы пока пока до новых встреч 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 Продолжение следует...